ПОСТАВКА Фу, Бляхомуха, опять кошмары снятся. Доброе утро, мои дорогие друзья! Знаете, что я подумал? А давайте-ка в этом видео обойдемся без итальянской грамматики, и я сниму для вас влог, как я провожу свой день. То есть вы сегодня вместе со мной проведете весь день. Ну что, поехали! Знаете, я настолько привык, как слова строятся в итальянском языке, что каждый раз теперь, когда по-русски хочу сказать, что нужно почистить зубы, что я чищу зубы, я говорю, помыть зубы, я мою зубы, я уже давно не чищу зубы, я мою зубы, потому что в итальянском языке говорится lavare dente, что я сейчас и делаю. Друзья, хочу с вами начать делиться потихонечку своими жизненными принципами. Я, например, пользуюсь только биологической косметикой. Заметьте, это никакая не реклама, никакого бренда определенного, а в целом вообще только биологической косметикой. То есть это и мыло, и гель для душа, и шампуни, и зубная паста, и даже дезодорант у меня вот такой, смотрите, кристальчик. А что значит биологическое? Это значит, что там нет вредных химических веществ, таких как СЛС, парабены, силикон, вспениватели там разные, этот гидрохлорид, сульфид, в общем, не помню сейчас, как называется. Вот. Только биологическая косметика на основе природных компонентов. И вам того же советую. Ну что, я готовлюсь к пробежке, я пойду бегать, но прежде чем пойти бегать, нужно зарядиться энергией. Конечно же, я не буду завтракать сейчас полноценно, таким плотным завтраком, а просто что-нибудь такое энергетическое, энергичное, нет, энергетическое и витаминное. Я приготовлю себе замечательные смузи, и буду для этого использовать папайю, бананчик, полезные сухофрукты, а также то, что приготовила мне моя любимая теща. Посмотрите, это сухофрукты, разные, разные, разные. Если у вас нет возможности кушать нормальные, свежие витаминки, не кушайте сухофрукты, вот такие, вот такие. Ммм, что бонисимо! Ма, secondo мне, la прямissima колаціоня deve essere proprio così, леггера-леггера, но только према, потому что потом ci seguirà anche la secondа колаціоня, che sarà ben diversa. E tra poco ve la faccio vedere anche la seconda colazione. Vi mostrerò che cosa mangio di mattina. Ну а теперь, мои любимые подписчики, я беру вот эту штуку, это экшн-камера, которая, кстати, была куплена частично на средства, которые вы отправляли мне в качестве доната, потому что я хочу сказать, что те донаты, которые вы мне отправляете, идут по назначению, то есть использование целевое, на развитие канала, это очень важно, чтобы вы мне отправляли, потому что это потом вам возвращается, вот, и сейчас мы пустим ее в дело, и я пойду на пробежку. И хочу сказать, что я начал бегать первый раз в жизни совсем недавно. Ну, ладно, что говорить, пойдемте вместе пробежимся, и посмотрим, что на улице. Сначала прогуляемся на четвертый этаж, посмотрим на вид с крыши, а это вот такая вот ветрозащита, потому что, ну, потому что ветер, эта камера хорошо записывает звук, но если ветер, то записывает в основном ветер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перебегаем дорогу, без светофора и без пешеходного перехода, и идем на пляж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот она, дорога к океану. Здесь такой спуск, и он же подъем, который облегчает эту дорогу, когда идешь купаться, когда идешь плавать, и усложняет ее, когда после пробежки и после купания идешь домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мои дорогие друзья, мы дошли до океана. Посмотрите, как классно здесь, как круто, тепло, народ отдыхает, тусуется во все. Вон там он с серфингистой, с серферой, с досками. Вот. Ну, если честно, давайте я вам признаю, что начав снимать этот влог, я немножечко затянул. Ну, я имею в виду, что затянул со съемками дома. Потому что бегать я обычно хожу, ну, в 7 часов, в 8 часов, может быть, полдевятого, не позже. Вот. А сейчас уже время 11. И уже вот так вот полный аншлаг. Но я, что я все равно побегу, какая мне разница. Но сначала дойду до той стороны, туда подальше, чтобы разогреться. И вот с той стороны, с той стороны, побегу вон туда, вон туда до самого конца. А потом мы немножечко поплаваем. Сегодня, кстати говоря, офигенный отлив. То есть большая или большая часть пляжа без воды. Такая широкая полоска. То есть можно где бегать, есть пространство, играть, гонять в угол, в общем-то отдыхать по полной. Потому что иногда бывает не отлив, а наоборот этот самый прилив. И он бывает и днем, и вечером. И тогда вода доходит вот до самых вот этих вот камней. И пляжа как такового нет. Песка вообще не видно. Но сейчас суббота. И слава богу, пляж во всей своей красе предстал. Я вам могу его показать. Я прошел весь пляж в одну сторону. Ну, не весь, конечно, но достаточно прошел. И теперь я побегу в другую сторону. Я раньше никогда не бегал. И это было потому, что у меня были предубеждения относительно разных видов спорта. Например, я долго, упорно не ходил в фитнес-центр, потому что считал, что люди ходят в фитнес для того, чтобы покрасоваться своими дорогими спортивными костюмами. Либо же там мужики, чтобы ловить тело, чтобы знакомиться с разными мужиками. А такой статичный вид спорта, потому что ты на одном месте сидишь и как бы никуда не перемещаешься. Мне очень, ну, не нравился. И только вот в 2018 году я первый раз пошел в фитнес-клуб и видел, что это оказывается круто. Но даже после этого у меня были предубеждения, что вот виды спорта, мои самые любимые, это велосипед и плавание. Ну, то есть такие виды спорта, где ты перемещаешься, потому что мне важно перемещение, мобильность. Бег это, конечно, тоже перемещение. То есть это лучше уже, чем спортзал. Там ты на одном месте, на каком-то тренажере топчешься, вот, и ничего больше не видишь. Но все равно не знаю, как-то вот одышку у меня было, что ли. Потому что когда я был подростком, я перенес операцию на сердце. Не тяжелую, конечно же, но после этого у меня долго было освобождение от всяких физкультур, от всякого физического труда. И поэтому я практически вообще никогда в жизни не бегал. И думал, что, наверное, не надо мне это делать, потому что будет одышка. Но здесь я первый раз побежал. Но дискультры, джинеринказа. Вот. Воду предлагают. Короче говоря, здесь я первый раз побежал. Ну и, наверное, помогло то, что легче бежать, легко, наверное, бежать, когда здесь солнышко, и океан, и свежий воздух, который дает тебе заряд. И я увидел, что это классно, это замечательно, потому что это дает такой огромный тонус, такой огромный заряд энергии, который сохраняется с тобой весь день. То есть ты весь день абсолютно другой человек, ты по-другому живешь. У тебя, не знаю, кровообращение мышцы, состояние моральное приподнятое. Поэтому советую вам бегать. Ну, конечно же, да, легче бегать, когда солнышко и океан, нежели чем, когда слякать и дождь, вот, чем там заряжаться. Силой грязи, что ли, или влагой дождя? Нет, конечно же. Но кто хочет, он, так скажем, делает. То есть если для меня важно местонахождение в определенных местах, я в этих местах оказываюсь. Вот так вот. А сейчас я побегу. Как уже говорил, бегать надо, конечно же, раньше, но я сегодня снимал первую часть влога утром, долгом. Вот. Поэтому уже почти обед. Но я сейчас пробегусь, и потом мы немножечко с вами поплаваем в океане. Там есть в одном месте очень хорошая такая лагуна, где и не такие сильные волны. Вот так. Поэтому хочу сказать, что всегда есть время начать что-то делать. Всегда есть время для новых совершений, для того, чтобы сделать свою жизнь лучше, насыщеннее, вот. Ну, в общем, что? Побежали? Побежали! Кстати, век очень положительно влияет на динамику веса. Прям очень-очень-очень быстро. Еще надо следить за тем, что ешь. Но там тоже без фанатизма. И мы уже почти прибежали. Вон там, вон, под песчаной горкой будет такая хорошая лагуна. Ну и вот мы практически дошли до нужного места. Здесь такой уголок, берег изгибается, и поэтому волн меньше. Есть такая вот лагуна, где, конечно же, немножко волк все равно есть, но купаться намного комфортнее. Поэтому сейчас я найду камешек, чтобы положить там свои сандали, инфрадитто, вот, майку положить, одену камеру в защитный чехол, чтобы она не промокла. Поэтому все, что если я буду говорить, будет не слышно. Скорее всего, там будет наложена музыка. И зачем все? Вот мы здесь ищем подходящий камешек для того, чтобы приземлиться. Да-да-да-да-да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну вот, мы искупались, а теперь домой принимать душ и срочно покупать кокос. Спасибо! Классно! Особенно после того, как у тебя полный рот соленой воды, хочется пить и тут холодный кокос, как раз, как раз. Ну что, фачямо ста кодационе! Бене, allora, бон аппетит а мне, бон аппетит а вы, фатте ун тэ, фатте ун кафе, прендете калке бискотто, и, ментре стямо манжандо, по всему фаруна кекерата. А бене? Ну, что же, о чем, в первую очередь, хотелось бы рассказать, как я завтракаю. Завтракаю я нормально, поэтому никаких круассанов, никаких там брёш, с капучино, никакой выпечки, никаких хлопьев, замоченных в йогурте, соки, печеньки, шоколадочки, ничего этого нет. У меня нормальная еда, посмотрите, обратите внимание, колбаски, жареные, не сардельки, это колбаски, свежие, свежего мяса, две штуки, рис, мы рис поймём, рис польём соевым соусом, чтобы было вкуснее, так, всё это будем заедать тостами, и, чтобы лучше усваивалось, у меня есть два куска папайи. И, конечно, это всё буду запивать чем горячим чаем, потому что вспоминаю, как первый раз столкнулся с реальностью итальянской кухни, когда я первый раз посетил Италию, и, значит, вместе с персоналом на кухне, в ресторане нас кормили, и обед был такой, паста аль форно, ну, такая запечённая, такая жирная, с корочкой, там много сыра, моцарелла, всякая ветчина, всё это перемешано, такое жирное-жирное, и нужно было это всё запивать холодной водой, причём не газированной. Представляете, что было с желудком? А-а-а, всё стало комом. Поэтому с тех пор всё запиваю горячим чаем. Так намного, во-первых, вкуснее, а во-вторых, пища усваивается намного лучше. И, с другой стороны, я считаю, что такой завтрак, он намного лучше, ведь не зря же существует такая поговорка, что завтрак съешь сам, обедом поделись со своим врагом, а ужин вообще врагу отдай. А итальянцы делают наоборот. Хотя в итальянском языке есть тоже такая пословица, аналогичная. Колбаски самое то для завтрака, потому что во всех этих пословицах и поговорках есть лойка, потому что ты когда просыпаешься, тебе нужно получить энергию на весь день. И где же эта энергия, как не в колбасках, как не в рисе, плов, например, пюре, борщ, котлеты. А когда ты вообще не завтракаешь, или там какую-то ерунду, хлопья с йогуртом, холодные, то есть тело ты даже не разогрел, желудок не разогрел, калорий не получил, и потом весь день злой ходишь. Но мне кажется, такая культура, такая традиция потребления вот таких вот легких завтраков сформировалась из-за того, что людям просто по утрам лень нормально готовить, потому что чтобы получить такой нормальный полноценный завтрак, его надо готовить, на него надо потратить время. А чтобы там насыпать хлопья в тарелку и залить их там молоком, каким-нибудь йогуртом, для этого большого ума не надо, и времени тоже много не нужно. Раз, кинул, засыпал, покушал этого корма и пошел в офис пастись. Ну вот, я когда подолгу бываю в Италии и нет возможности самостоятельно готовить и приходится кушать на завтрак круассаны, я через несколько недель просто начинаю, я не знаю, выть, я уже не могу видеть эти круассаны, я когда смотрю, меня тошнит просто. И нет ни одного заведения с нормальным завтраком, ну, сделайте вы яичницу какую-нибудь, ну, я не знаю, там, картошечку фри, там, ну вот, кашку, хотя бы какой-нибудь на крайний случай, хотя, нет, кашу тоже не надо. А еще, дорогие мои друзья, вчера я выходил в прямой эфир в Инстаграм, это был один из моих, ну, наверное, первых эфиров, потому что последний раз я выходил аж целый год назад, это когда у меня украли мой Ютуб канал, и вот я тогда коммуницировал с подписчиками через Инстаграм, тот, кто был подписан на Инстаграм, они были в курсе, в чем дело, остальные даже не знали, вот, но потом к Новому году мне его вернули, как раз 31 декабря, вот, и только спустя год я вышел в прямой эфир, кстати говоря, мне очень понравилось, у меня замечательное впечатление после этого, и вы, я хочу сказать, что вы на это меня сподвигли своими комментариями, потому что у меня был не так давно, если вы смотрели, а если не смотрели, посмотрите обязательно прямой эфир в Ютубе, где я рассказывал, как я выучил итальянский язык, как я стал переводчиком, как я начал преподавать, и там вы очень много писали о том, что Михаил, делай больше прямых эфиров, выходи в эфир, вообще делай шоу, вообще, вот, двигайся вперед, весели нас, и мы вчера на прямом эфире разбирали такую тему, как мнемотехника, то есть запоминание иностранных, а конкретно итальянских слов с помощью метода мнемотехники, либо же с помощью метода фонетических ассоциаций, это когда слово иностранное как-то напоминает через какие-то ассоциации слово своего языка, либо же какого-то другого языка, и там мы изучили достаточное количество слов повеселения, самое главное, запись этого прямого эфира есть на моей страничке, в моем профиле в инстаграм, в IGTV и в ленте, это тоже можно найти, посмотреть, посмотрите, ну давайте я вам расскажу самые интересные ассоциации, самые интересные слова, которые там были, например, слово тряпка, страчо, 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 тряпка по-итальянски страчо, для чего мы используем тряпку? Для того, чтобы убирать срач, с помощью страчо мы убираем срач, страчо, страч, страч, страчо, с помощью страчо убрали срач, срач убрали с помощью страчо, все, после этого запомнили но это такая на похожести слов на похожести понятий ассоциация сыгранная и очень это полезно кстати говоря потому что у вас образуются в голове новые синаптические связи новые нейроны это очень полезно и для языка и для здоровья в том числе или вот такая ассоциация сосок по-итальянски капеццо ну и девушки можете представить себе как будто кто-то вас схватил за сосок и вы этому хулигану говорите так еще раз схватишь меня за сосок тебе капец 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 если схватишь еще ни раз как мой капец тебе будет капец 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 сосок сосок капец вот еще такая мнемотехника ну либо такой приличный вариант текст по-итальянски testo testo очень похоже на слово testo 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 на только немножечко по-разному произнесенная а что такое тесто это смесь из муки и воды а что такое текст это тоже своего рода тесто только из букв и слов представляете взяли буквы слова разные знаки припинания и смесили из них тесто замесили тесто и получилось то есть то тесто 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 текст вот это у нас дорогие друзья мнемотехника таким методом мы рассмотрели очень много слов во время прямого эфира в инстаграм поэтому если вы не подписаны подпишитесь можете пересмотреть и советую вам эту технику тоже использовать ну конечно же таких эфирах еще будет впереди много и я наверное буду снимать stories и где каждый день буду рассказывать вам какое-то слово которое можно запомнить с помощью мнемотехники вот так а вот эта синяя бумажечка это план работы на неделю очень хорошо работать очень эффективно когда все запланировано по дням расписаны задачи и очень приятно когда ты выполню задачу вычеркиваешь вот во всем нужно планирование ну что заболтались мы с вами давайте я уже доем свою колбаску ну вот хлебушек папайю допью чай и увидимся немножечко попозже друзья пока мы с вами записывали лог накопилось очень много работы во первых нужно ответить на сообщение ватсапе нужно ответить на некоторые вопросы студентов на платформе где у нас курс по конжентива и еще нужно снять новый stories вот этим мы сейчас с вами и займемся будем снимать stories мнемотехника выйти в машине и вот вас укачало и вырвало прямо на колесо все колесо в рвоте а колесо по-итальянски народа народа в рвоте а на улице тем временем уже повечерело друзья а как вам моя новая белая рубашка нравится купил специально для съемок нового курса чтобы быть там красивее чтобы вам больше нравится вот ну а теперь просто буду использовать и для съемок всех остальных других видео вот если нравится моя рубашка напишите об этом в комментариях а я чем хотел рассказать помните был прямой эфир в ю тубе где рассказывал как я выучил итальянский язык и все остальное и вот есть некоторые моменты которые там не успел раскрыть хотел рассказать но просто забыл ну потому что вы активно общались много вопросов задавали и так получилось что потом меня в ереване нашел мой подписчик георг и он оказался фотографом устроили классную фотосессию для меня и потом договорились записать интервью то есть он должен был быть как интервьюер и от имени всех подписчиков задавать мне вот эти вот недозаданные вопросы я должен был отвечать и должны были записывать на фоне горы арарат такой замечательный красивый вид нашли хорошую площадку договорились и что же вы думаете испортилась погода то есть как она испортилась иногда там бывает ереване такая дымка 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 что в общем не видно всех красот арарат не видно и все дни была вот такая погода была такая погода была такая погода потом я просто уже уехал поменял место дислокации вот и так интервью не получилось и сейчас я Я хочу некоторые моменты, о которых я недорассказал, рассказать. Но не все, конечно же, не все, потому что иначе влог получится, не влог, а уже что-то такое другое, длинное. Буквально три момента. Ну, во-первых, юмор в моих видео, потому что в моих видео я очень часто шучу и с удовольствием шучу. И некоторые шутки не всем заходят. Вот и вопрос, буду ли я шутить дальше? Да, конечно же, буду такой ответ, потому что юмор это очень важно в моих видео и может быть даже важнее, чем грамматика итальянского языка. Потому что юмор это очень важная вещь, которая отвечает за критическое мышление. И юмор в настоящий момент подвергается разным нападкам. Вот про этих нельзя шутить, про этих нельзя шутить, вот про этих нельзя шутить, про никого уже нельзя шутить. Все такие обидчивые стали, вот, и вообще вот все сразу, ай, зачем ты такое говоришь и так далее. Ну, это меньшинство, конечно же, пишет, ну, я имею в виду малая часть, да, малая часть подписчиков. Вот. Юмор очень важен, потому что некоторые начинают путать юмор с чем-то уже другим. Они думают, что юмор это смешные, ну, как смешные, прикольные видосики в ТикТоке, где люди говорят вот таким вот смешным-смешным голосом. То есть для них вот этот вот юмор становится. А настоящий юмор, он же ведь построен на том, что, ну, ты кого-то так или иначе оскорбляешь, потешаешься над чем-то. Это настоящий юмор, вот. И для того, чтобы сохранить его, чтобы не потерять, чтобы не опуститься, мы будем продолжать шутить. Я буду продолжать шутить, нравится это вам или нет. Вернее, вам это нравится, но те, кому не нравится, могут не смотреть. Идите в ТикТок, снимайте прикольные видосики, прикольные танцы, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И говорите таким ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Или как там смешным голосом противно. Ну, вот. Еще один момент. Дизлайки, да, что касается дизлайков. Ну, у меня, конечно, в рамках Ютуба подписчиков не очень много. Но, с другой стороны, эти подписчики, они зато настоящие, живые и активные. Такое маленькое сообщество. И соотношение подписчиков и лайков и комментариев очень высокое. То есть лайков очень много. Но бывает, и какие-то гады ставят, ну, это единичные случаи, ставят дизлайки. Вот. Я что хочу сказать. Я в своей жизни никогда не поставил ни одного дизлайка. Не написал ни одного плохого комментария. Не оставил ни одного плохого отзыва. Да, действительно, есть в Ютубе такие каналы, которые заслуживают, безусловно, и дизлайков. И не только дизлайков, и пиздюлей заслуживают те люди, которые снимают эти видео. Но я просто такую ерунду не смотрю. Там пранки разные. Или всякие какие-то там молодые хипстеры, блогеры, влогеры, которые говняшки свои показывают. Фу, мерзость какая, да. Ну, там что-то действительно большее, чем дизлайка они заслуживают. Но я просто такую гадость не смотрю. А если есть какие-то люди, которые стараются, да, там что-то, делают какие-то обзоры, рассказывают про машины. Или обучают иностранным языкам, или каким-то другим полезным вещам, да. То есть люди стараются. Зачем им ставить дизлайки? Если не нравится, просто не смотри. Ты же можешь не смотреть. И, конечно же, есть и по итальянскому языку такие каналы, где много вопросов другим блогерам, преподавателям, особенно в плане произношения, но никогда не позволил. Я никогда не позволил себе поставить дизлайки или написать какой-то плохой комментарий. Потому что люди же стараются, люди работают. С какой стати я должен мешать? И точно так же в моем отношении, да, то есть вообще вот те единицы, но которые умудряются ставить, да вообще, кто вы такие? То есть какой человек должен быть мерзкий, желчный внутри, да? То есть если взять хороший канал, потому что я же не учу вас чему-то плохому, там, я не знаю, там, как изготовить наркотики, или как правильно, там, метко стрелять, там, из автомата калашников, там, да, или, там, как сойти с ума и уйти в нирвану. Я же такое не рассказываю. Я просто вас учу итальянскому языку нормально. И какой гнилой должен быть человек изнутри, чтобы поставить дизлайк и написать плохой комментарий. А есть такие, там, мне кажется, это один человек, который с двух-трех аккаунтов, потому что только выходит мое новое видео, раз, через несколько секунд дизлайк. То есть она как будто ждет, когда это видео выйдет. Вот, я просто не понимаю. Ну, я не знаю, я никогда, я никогда не ставлю. Почему они ставят? Вот, это, значит, момент, который касается дизлайков. И что еще было? Ну, а теперь, дорогие друзья, вот такой вопрос. Для чего я это все делаю? Для чего я снимаю уроки итальянского языка на ютубе? Ну, смотрите, я, с точки зрения итальянского языка, человек состоявшийся. То есть все, что можно было пожелать, оно у меня есть в плане итальянского языка. То есть незамечательный опыт работы, то есть где я только не работал, что только не переводил. И там, для каких людей только не переводил, на каких мероприятиях не участвовал, во-первых. Во-вторых, даже есть клиент один, который назвал сына в мою честь, назвал его Михаилом. Я у него просто работал переводчиком, помогал ему ставить итальянское оборудование на его заводах. Ну, вот, то есть это доказывает, какой я классный переводчик. Видите, у меня есть сертификат ЧИЛС-С2. То есть это самый высший уровень, который может быть сертифицирован этим сертификатом, этим экзаменом. То есть выше уже нет, да, это практически уровень носителя С2. Вот, все, что можно пожелать. Потом, да, о чем мечтают переводчики, самостоятельно вести бизнес с Италией. Пожалуйста, это у меня все было. Я вел бизнес уже сам с итальянцами полноценно. То есть они были уже для меня в этот раз партнерами. Я уже сам даже где-то обращался к переводчикам. Ну, конечно же, для письменных переводов, потому что у меня не было времени. А так я, конечно же, сам с ними общаюсь. Вот, то есть, да, состоялся. Ну и пожить в Италии? Пожил. Сколько мне нужно было? Вот сколько нужно было, столько пожил. Вот. Ну и теперь что осталось? Вот это все, что накопилось, поделиться этим с вами, мои дорогие. Потому что не только большой опыт перевода, ну, вообще знания этого языка, но также и преподавания. Вот очень много учеников в оффлайне через меня прошло. И индивидуальных, и групп, и, боже мой, разговорные клубы и так далее. И вот теперь всем этим я хочу поделиться с вами. Знаете, еще один такой момент, когда я учился в педагогическом училище, там тоже был английский язык, я как раз в этот момент активно изучал итальянский язык. Я просто английский язык, ну, игнорировал. То есть, я приходил на уроки и говорил, как бы, отстаньте от меня, я изучаю итальянский язык. Мне нет времени, у меня нет места в голове для английского языка. Я просто в наглую игнорировал, даже там, когда были какие-то диктанты. Я писал итальянские слова вместо английских. И учительница, конечно, очень на меня осерчала, наезжала на меня. Говорила, что это твой итальянский, кому он нужен, где он нужен. Английский надо учить, английский международный язык. Зачем тебе итальянский, он тебе не пригодится. Ага, конечно, не пригодится. Надо учить английский. И вот, знаете, для того, чтобы, кроме английского, люди изучали еще и другие языки, знали другие языки. Чтобы не только английский был один международный, а другие тоже. Почему английский только надо учить? Ну, я понимаю, что он, да, такой статус имеет. Но другие языки тоже надо учить. Вообще, итальянский мог бы быть международным языком. Потому что, знаете, он более такой универсальный в произношении. Ведь английская фонетика, она такая, как бы, своеобразная. То есть, представляете, сколько разных произношений в разных языках есть. И адаптировать все это для английского, ну, очень тяжело. А итальянский язык, он такой язык, который имеет чистые звуки. То есть, ну, намного легче произнести какое-то итальянское слово, где все буквы четко произносятся, четко звонко, чем какой-то английский, который даже непонятно, как прочитать. Вот, то есть, это был бы больший прогресс для мира. Поэтому я хочу, чтобы просто больше людей знало итальянский язык. Вот для чего я это еще и делаю. То есть, не только английский язык должен быть. Изучайте другие языки. Ой, уже с вами заболтались. Чего вы, кстати, не сказали, что у меня на голове кудряшка вылезла? Чего мне сказали? Я бы причесался. Ну, что, пойдем на улицу, будем кушать бургер. Ну, слушайте, а как вам такая идея для сторис? Есть же такая зеленая гадость, которую продают, типа, лизун. Такие зеленые сопли противные, типа, плазмы. Вот, в общем, беру я эту штуку, вот так вот натягиваю на себя, бросаю и говорю, ай-яй-яй, на меня напал лизун, на меня напал лизун. А кто такой лизун? Лизун – это вовсе не любитель орального секса, а лизун – это привидение из мультика «Охотники за привидениями». И тут музыка такая играет. В общем, если идея для сториса понравилась, то пишите об этом в комментариях. Ну вот, снова спускаемся по этому спуску. Спускаемся по спуску. Сколько одинаковых слов. И идем к океану. Посмотрим, что там вечером творится на пляже. Вообще не поздно еще. Время всего лишь часик в шесть. Но темнеет, поскольку рано, то уже кажется, как будто, у-у-у, какая ночь, какая ночь. Вечером тоже здесь такая хорошая движуха на пляжной улице. Но самое интересное – это океан. Спуститься к океану от него веет приятной прохладой. Там отлив, такая большая полоска песка. И, в общем, люди там тусуются. Кто что делает, кто-то бегает, кто-то играет в мяч, так же, как днем. Ну, или просто прогуливаются. Люди сидят в ресторанчиках, кушают всякую вкуснятину. Кто-то занимается спортом. Вот, а вот там сейчас будет паленое название города с сердечком. Поэтому я люблю сохранять интригу. Я отверну камеру в сторону. Гад такой. Я до последнего, как всегда, тяну. Где же Михаил находится? А где же Михаил находится? А Михаил взял и отвернул камеру в сторону. Там, где была надпись города. Вот так вот. Помучайтесь немножечко. Ну, ладно, все. Это прошли. Теперь можно показать вообще вот эту самую улицу. Дальше. Я заказал себе гамбургер за 22 местных. И сейчас буду его кушать. Буду ждать, пока мне его принесут. А пока можно полюбоваться на меня. Ну, или просто на окружающую среду, на океан. В общем, сейчас мы что с вами сделаем? Скушим бургер. Потом я пройдусь немножечко вперед. И потом, самое главное, спустимся к океану. И там я скажу все самое главное. Все, что хотел вам сказать. Вот такой замечательный бургер мне принесли. Большой, охрененный. И мне надо все это вот одному съесть. Поэтому сейчас буду кушать. И потом пойдем прогуляемся, как я вам обещал. Там есть все. То есть, концепция бургера в том, что есть разные виды бургеров. А в этом бургере есть все ингредиенты, которые есть в других бургерах. Приятного мне аппетита. Здесь есть специальная палочка для того, чтобы помогать. Что это за соус интересное? Надеюсь, не горчится. Не знаю, что-то кисленькое. Это жареные колбаски, точно такие же, как были на завтрак. Которые, помните, мы с вами кушали. У меня были жареные колбаски с рисом. Такие же жареные колбаски в бургере. Ну что, бургер я съел намного быстрее, чем ожидал. Дело в том, что это только на вид он смотрелся такой толстый-толстый, высокий. И когда я его взял в руку, то он очень быстро сделался маленьким. Я его скушал не за 10 минут, а за одну минуту. Вот, поэтому иду дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочу выразить благодарность господину Больсонару за возможность приехать в Бразилию. Если вы смотрели мой прямой эфир на ютубе, то там я рассказывал о том, что один из наших жизненных принципов это постоянная мобильность, перемещение по разным местам на планете, когда мы можем жить в совершенно разных местах, в странах, в городах, в каких хотим. И это является частью нашего жизненного стиля и частью моей авторской матрицы достижения, который, кстати говоря, я с удовольствием с вами поделюсь на новом канале. Да, у меня открывается новый канал, совсем скоро вы его увидите, возможно, это будет в начале декабря. Там я уже буду рассказывать не о итальянском языке, а о многих других вещах, потому что, знаете, я по жизни всегда был, есть и остаюсь не просто учитель итальянского языка, а учитель в принципе. Я всегда направляю людей, я всегда их учу, всегда веду за собой людей. И настало время поделиться всем тем, что я знаю с вами, чтобы я вас тоже направлял. Но у меня к вам единственная просьба, когда я скажу о том, что вышел канал, чтобы вы на него подписались, потому что это очень важно, это будет ваша поддержка, чтобы канал хорошо пошел. И там уже будет, конечно же, и все полезное, ну и влоги, и влоги вот в таком формате. Ну и на этом канале они тоже будут, если вы напишите, что вам понравился такой формат. И еще, дорогие друзья, огромная просьба к вам. Нас на канале сейчас 33 тысячи, это очень красивая цифра, но в моем инстаграме всего 3 тысячи, это 10% от общего числа подписчиков. Я прошу вас подписываться на инстаграм, потому что для меня это очень важно. Во-первых, когда настанет 10 тысяч, то я в своих сторисах смогу делать свайпы, ну то есть прямые ссылки на видео. Но не в этом моя цель главная. Моя основная цель в том, что когда на моем инстаграме станет 10 тысяч подписчиков, то тогда я уже смогу продавать рекламу и полноценно уже заниматься блогингом, то есть стать полноценным блогером и уже не заниматься какими-то другими делами. Что это значит? Это значит, что я буду делать больше контента для вас, быть больше с вами, отдавать вам больше полезной информации. Смотрите, для вас это ничего не стоит. То есть те, кто не подписались, я думаю, что у всех есть смартфон, у всех есть айфон, у всех есть инстаграм, а даже если нет, то очень несложно его установить. И я думаю, что не составляет никакого труда взять и подписаться. И в рекордно короткие сроки, чтобы количество подписчиков дошло до 200 тысяч. Поэтому я обращаюсь к вам с огромной просьбой. Дорогие мои, давайте подпишемся на мой инстаграм. Ну на этом мой влог на сегодня заканчивается. Я вас люблю и огромное спасибо за то, что вдохновили меня на этот формат, потому что во время прямого эфира в Ютубе многие говорили об этом, что мне нужно это сделать и вообще разнообразить свою деятельность. И вообще, что ты здесь делаешь? Тебе уже давно пора выступать. Короче говоря, я вас люблю, целую, обнимаю. И совсем скоро увидимся. Чао-чао-чао.